Дхарма Вишн представляет Субтитры подогнал «Симон» Открытие буддизма Трансформация проблем Ричард, предположим, вас уволили с работы, где вы трудились 5 лет Или от вас ушла жена Муж В вашей стране случилась трагедия Произошло самое ужасное, что вы только можете себе представить Если в этот момент кто-то подойдет к вам и скажет, что эта чудовищная ситуация Лучшее время для духовной практики Вы решите, что этот человек ненормальный Но именно этому учил Будда Как преобразовать проблемы в путь к просветлению? Это разумно Мир по-прежнему страдает от войн и бедности А наш ум от омрачений, гнева, ревности и привязанности Проблемы бесконечны Но мы можем научиться использовать эти неприятные для нас обстоятельства Для ускорения своего духовного роста Применяя техники, основанные на любви, доброте и сострадании к другим и к себе Мы можем научиться встречать трудные ситуации Вооружившись методом, мудростью, юмором И в буквальном смысле трансформировать проблемы в счастье Мотивация Буддийская монахиня Кони Миллер Трансформация проблем в духовную практику — это сердце буддийских учений Махаяны Но все эти техники трансформации мыслей на самом деле очень трудно применять на практике Когда они были впервые преподаны, их держали в тайне Именно по причине, что их очень трудно применять Ведь методы трансформации основаны на бодхичите Поэтому, когда мы слушаем эти учения Крайне важно слушать их, преисполнившись бодхичиты Стремление как можно быстрее достичь просветления Это поможет нам правильно понять метод трансформации мыслей Поэтому сейчас зародите в своем уме Твердое стремление достичь просветления как можно скорее Чтобы быстро привести к просветлению всех бесчисленных страждущих живых существ Что когда-то были нашими матерями Учителя Буддийская монахиня Туптен Чодрон Американка Туптен Чодрон – монахиня тибетской буддийской традиции Свыше 20 лет она преподает буддизм в разных странах Туптен Чодрон – популярный учитель и автор книг о буддизме Она прекрасно разъясняет, как применять учения Будды в повседневной жизни Я так понимаю, у всех здесь есть проблемы Угадала? Часто, когда у нас возникают проблемы, мы думаем, что мы одни такие Но ведь вы согласны с тем, что проблемы есть у всех? Конечно, наши проблемы самые страшные Так? Естественно У нас все на 100% хуже Другие люди должны нас жалеть, сочувствовать, нам помогать И трансформация проблем возможна только в том случае, если они прекратят так ужасно с нами поступать Так? Но это не трансформация проблем Это перекладывание проблем на чужие плечи Мы говорим людям Вы – источник наших проблем Одновременно мы сами верим в то, что другие – источник наших проблем Когда мы смотрим на себя такими глазами Думаем Я такой невинный Такой замечательный Прекрасный Веселый человечек Который никому не хочет причинить вред А все эти злые, ужасные, жестокие, злонамеренные люди Не желающие ни с кем считаться Создают мне проблемы Нужно полностью отказаться от привычки обвинять других В нашей стране, в нашей культуре, принято показывать пальцем и обвинять Это все из-за тебя Ты это сделал, ты будешь страдать Когда у нас что-то не ладится, нам нужно найти, кого в этом обвинить Кого заставить страдать Нам кажется, что тогда нам станет легче По-моему, сама эта идея Само это мировоззрение Совершенно беспочвенно Ведь речь не о том, чтобы найти какую-то одну причину страданий Ведь все взаимозависимо, и все вносят свой вклад Речь не о том, чтобы найти виноватого и наказать Так как же тогда избавиться от проблем Преобразовать их Мне кажется, все зависит от нашего отношения К ситуации И прежде всего От того, как мы определяем для себя Что такое проблема Когда что-то происходит в ваших отношениях с другими людьми Вы можете назвать это или проблемой, или возможностью Это и определяет Смотрим мы на мир глазами обычного человека Или же человека, идущего по духовному пути Обычные люди Называют ту или иную ситуацию Проблемой В том случае Если наши потребности и желания Не осуществляются Так вы определяете для себя проблему Состояние, когда ваши желания и потребности Не находят своего удовлетворения Когда ваши надежды не сбываются Когда планы не притворяются в жизнь У нас есть свое представление о той или иной ситуации И мы хотим, чтобы она принесла нам удовольствие и счастье Хотим, чтобы все было по-нашему Чтобы мы были правы В этом наша цель В любой ситуации наша цель – мое счастье Когда цель – мое счастье И лучше прямо сейчас, чем потом Когда эта цель не достигается Мы говорим У нас проблемы Так И это обычный, принятый в миру взгляд на вещи Если вы духовный практик Тогда ваша цель в любой ситуации – это не ваше личное удовольствие Подумайте об этом Можете вы представить себе такую жизнь, где на первом месте не стоит ваше собственное удовольствие и ваше счастье Как думаете, такое возможно? Не слышу Если мы пытаемся двигаться по духовному пути Наша цель в любой ситуации – это не наше собственное счастье Наша цель – познавать Познавать себя Познавать других Наша цель – с помощью этого познания очищать свой ум и взращивать хорошие качества Наша цель – с помощью этого познания приносить пользу миру Помогать другим живым существам двигаться по пути к просветлению Оказывать им даже самую обычную помощь прямо сейчас Когда мы меняем парадигму, когда ставим совсем другую цель в той или иной ситуации Тогда проблемы становятся все более редким явлением в нашей жизни Каждое наше переживание, каждый поступок могут чему-то нас научить Если мы будем так подходить к жизни Если мы будем говорить себе, что моя цель в той или иной ситуации в том, чтобы чему-то научиться Чтобы в конечном итоге быть полезным себе и другим Тогда у нас вообще не будет проблем Ведь в любой ситуации есть чему научиться Когда мы сконцентрированы на собственном познании и практике Тогда отпадает необходимость менять других людей Делать их иными, чтобы они перестали доставлять нам проблемы Потому что в глубине души мы понимаем, что это невозможно Трансформация проблем начинается здесь, в нашем сердце Она начинается с наблюдения за нашей реакцией на ту или иную ситуацию С умения быть честным в анализе своих реакций Не переигрывать Не строить из себя этакого лапочку Но спокойно подумать Да, они ведут себя так Почему я так реагирую? Что мне нужно от этого человека? Чего я не получаю? Откуда берется спокойное, умиротворенное состояние ума? Когда вы всем довольны, вы злитесь? Когда вы всем довольны, вы завидуете? Когда вы всем довольны, вас терзают обиды? Когда вы всем довольны, вы жадничаете и буйствуете? Когда вы всем довольны, вы прячете свои ошибки и притворяетесь, что у вас их нет? Когда вы всем довольны, вы притворяетесь и пытаетесь произвести впечатление? Когда в нашем уме присутствуют ощущения удовлетворенности, мы естественным образом проявляем доброту И все эти негативные эмоции и поведения, которые они вызывают, умиротворяются сами собой Потому что нет этого постоянного ощущения неудовлетворенности, которая является движущей силой всех наших мыслей и поступков Та удовлетворенность, которую мы пытаемся достичь, не связана с мыслями «вышло по-моему, случилось так, как мне нужно, мир меня любит» Она основана на другом Она основана на том, что мы принимаем себя такими, какие мы есть Она воспитывается духовной практикой, правильным применением своего ума Когда мы в буддизме говорим об удовлетворенности, мы не должны путать удовлетворенность с апатией Это совершенно разные вещи Когда мы впадаем в апатию, нам все равно Можно быть апатичным и при этом неудовлетворенным Так ведь? И очень часто тот нигилизм, в который впадают люди в нашем обществе Все бессмысленно Лучше об этом забыть Это смесь неудовлетворенности и апатии В то время как удовлетворенность – это совсем другая история Удовлетворенность – это когда ты ощущаешь, что у тебя все хорошо в жизни Если мы сможем добавить к этой удовлетворенности уверенность в своих силах Тогда мы постепенно научимся испытывать сострадание другим Вместо того, чтобы критиковать и клевать их Мы станем испытывать к ним сострадание И взяв за основу это сострадание Мы начнем бороться с несправедливостью, предрассудками С которыми мы встречаемся в той или иной ситуации Сострадание может служить не менее сильной мотивацией К тому же гораздо более мудрой Нежели гнев Что же касается удовлетворенности Мы можем быть довольны, но при этом все равно стремиться в будущем Изменить ситуацию к лучшему Есть это особое чувство внутренней удовлетворенности Которое не зависит от того, как с нами обходится внешний мир Это удовлетворенность, которая приходит с духовной практикой Это внутренняя удовлетворенность, которая не связана с нашим желанием Получить то, чего мы хотим Которая не зависит от того, получаем ли мы то, что нам нужно Любят ли нас, ценят ли нас Говорят ли нам, что мы правы, что мы умны и так далее Но когда мы берем за основу эту удовлетворенность Это не означает, что мы закрываемся Отгораживаемся от внешнего мира и впадаем в апатию Потому что, руководствуясь состраданием Мы можем действовать, чтобы победить несправедливость, победить дискриминацию Но, борясь с ними, мы не станем руководствоваться гневом Да, мы можем признать, возникла проблема Со мной обошлись несправедливо Я чувствую дискриминацию и так далее И при этом сохранять ощущение внутренней удовлетворенности И принимать активные меры, чтобы изменить ситуацию Не потому, что мы ненавидим этих людей Противоположную сторону конфликта Но потому, что заботимся о них Вы беспокоитесь о человеке, который создает вам трудности Вы беспокоитесь о человеке, чьи политические идеи, на ваш взгляд, совершенно безнравственны Вы беспокоитесь о человеке, который разрушает окружающую среду Вы беспокоитесь о человеке, который бьет тех, кого вы любите Это способ мышления, который разительно отличается от общепринятого Но наш обычный образ мыслей еще ничем нам не помог Почему бы не попытаться опереться на новый? Обычно в конфликтной ситуации мы видим в другом человеке врага И нам все равно, что с ним будет Мы готовы причинить ему вред из гнева В этом случае мы прежде всего сами создаем негативную карму Потому что руководствуемся неблагой мотивацией, гневом Цель которого — причинить вред Второе — мы лишаем счастья другого человека Но поскольку он несчастен, он захочет причинить нам еще больше вреда То есть мы лишь усиливаем конфликт Теперь же мы боремся с насилием, с несправедливостью, с загрязнением окружающей среды Ради нашего так называемого врага Потому что не считаем, что враг — это кто-то принципиально отличный от нас Злой по своей природе Мы видим в нем еще одно человеческое существо, которое ищет счастье Я объясняю все это на уровне слов Но чтобы действительно понять это, нужно медитировать Такие вещи трудно постичь интеллектуальным размышлением Нам нужно рассмотреть эту тему в ходе медитационной практики Проанализировать ее, а затем понаблюдать за своим умом Понять, в какие моменты наш ум удовлетворен, а в какие нет Проследить, когда мы по-настоящему принимаем ситуацию А когда впадаем в нигилизм и апатию Мы должны проследить за умом и попробовать почувствовать, что такое гнев Что такое подлинное сострадание Что такое благое намерение Как оно ощущается Если мы хотим по-настоящему понять это Нам необходима практика, медитация Одних интеллектуальных размышлений недостаточно Оставь недобродетельное Взращивай добродетель Обуздай свой ум Это учение Будды Геше Тонпа Ученики Что для вас трансформация проблем? Буддийский монах Роже Кунсанг Если мы хотим справиться с проблемой Или трудной ситуацией Так, чтобы она не расстраивала нас И не повергала в гнев Во-первых, нужно тотчас же применить противоядие Тотчас же использовать соответствующие методы Но еще важнее, чтобы ваша Буддийская практика Была постоянной И упорной Нужно медитировать в соответствии С ламримом каждый день Не по какой-то одной из его частей Но постепенно проходя по всей книге Нельзя выбирать ту часть, которая нравится тебе больше всего И опускать ту, которая не нравится Но последовательно проходить все медитации Ламрима Это основа Потому что если Изо дни в день вы успокаиваете И укрепляете свой ум Медитируя На ламрим Тогда при столкновении С трудной ситуацией Меньше шансов Что в вас проявятся Негативные эмоции Гнев, привязанность Или желание Вы будете лучше подготовлены К трудной ситуации Это будет естественной реакцией С вашей стороны Потому что у вас будет Больше шансов Увидеть ситуацию такой Какая она есть на самом деле Без проекций Без кармических проекций С нашей стороны Тот, кто приучает себя К размышлению о непостоянстве Непреклонно И изо дня в день И делает это Качественно и эффективно То если такой человек Потеряет кого-то из близких Расстанется с кем-то Или если что-то еще поменяется со временем Ему будет гораздо проще Это принять Гораздо проще принять Потому что ваш ум Уже готов к этому Потому что Он гораздо ближе к реальности Он лучше подготовлен к реальности К восприятию того, что Другие существуют Что они страдают Что они не хотят страданий Точно так же Как вы Все очень просто Такова реальность Другие существуют Они важны У них проблемы Они страдают Так же, как и я Если день за днем Вы приучаете себя К этой мысли А потом возникают Трудности в отношениях Между вами И другим человеком Или людьми Тогда вы будете Меньше думать о себе И больше О другом человеке Практически сразу же Ваша проблема уходит Потому что В большинстве случаев Проблема существует Или якобы существует Только из-за того Что у нас есть Эго Мы лелеем свое я И слишком привязаны К своему счастью В этом корень всех проблем Это не означает Что нет Тяжелых ситуаций На внешнем уровне Вы сталкиваетесь С трудностями Но внутри вы спокойны Обычно при столкновении С трудностями Вы испытываете Эмоциональный всплеск Злитесь Завидуете Расстраиваетесь Приходите в возбужденное состояние И без того Трудная ситуация Становится Еще сложнее Из-за того Что ум возбужден Изнутри Если вы столкнулись С трудной ситуацией У вас есть Шанс разрешить Если вас действительно Интересует другой человек То, что происходит В его жизни То, что он Испытывает Если вы действительно Хотите Помочь этому человеку Если на самом деле Хотите оказать ему помощь Тогда проблема исчезает Ситуация остается трудной Но она не представляет Проблемы для вас Ваш ум Не приходит В возбужденное состояние И не испытывает Несчастье Одни идут От тьмы К отьме Другие От тьмы К с... Пусть та позитивная энергия Которую вы накопили С лучшей учения Поможет вам Быстро достичь Просветления Ради блага Всех существ Режиссер и продюсер Кристина Ланберг Монтаж Эзра Хаббард Линда Хаттендорф Оператор Кристина Ланберг Помощник по монтажу Лиза Леви Графика Адам Фокс И Эзра Хаббард Музыка Наван Кичок Крис Хинц Уилл Йодер И жири Девуань Фильм озвучен По заказу фонда Сохраним Тибет Сохраним Тибет